Театральные премьеры Муромского детского коллектива «Прикосновения» стали доброй предновогодней традицией. Более 50 ребят удивляли зрителей постановкой без слов. На пластическом спектакле побывала наш корреспондент. Декабрьская постановка театрального коллектива «Прикосновения» как обязательно атрибут проводов 2019 года. Аудитория от мала до велика, поэтому зал переполнен, говоря современным языком, sold out. Из-за этого премьера растянута на три дня. Это означает успех для любого артиста, тем более для маленького. Это пластическая постановка по книгам джунглей Ридиарда Киплинга. Маугли всеми известна история мальчика, который вырос среди диких зверей и освоил их образ жизни. Костюмы, музыка, свет, декорации, атмосфера была очень точно передана. Зрители, словно зачарованные, следили за каждым жестом героев. Актеры, в свою очередь, чтобы вжиться в роль, перечитывали произведение. Я ее читала в детстве. Я ее решила перечитать, так как вдруг напомнилась такая книжка, и мне снова вызвало интерес прочитать ее. Илья пятый год занимается в школе-студии Анатолия Никитина. Признается, что уже вырос из нее, но любовь к друзьям и ролям останутся с ним надолго. Сегодня он играл маленького Маугли. Я уже играл главные роли, но это какая-то особенная, мне кажется. Прям мне хочется там жить. Взрослый Маугли – это индивид с повадками животных, но абсолютно человеческой душой. У него есть учитель, лучший друг, а затем и прекрасная спутница. Довольно-таки психологическая роль. То есть, вот один момент он как бы осваивается и прочее. В общем, за этот маленький, коротенький промежуточек целая буря эмоций, которая сменяется, и все это идет быстрым темпом и нахлестом. Я играю девушку Маугли, которая переворачивает все с ног на голову и меняет мировоззрение Маугли самого. Мать-волчица и пантера Багира – одни из главных спутников Маугли на протяжении его становления. Очень приятно играть эту роль, потому что, ну, прям по сердцу, знаете, так играю для самой, ну, для своей души. Наверное, потому что я похожа на Багира, вообще по своему характеру. И то, что эта роль такая женская, женственная, все-таки там вот эта хитринка присутствует. Я давно мечтал об этом спектакле, именно об этой теме. И вот я как бы нашел форму, как показать этот спектакль. Вот шесть-пять лет назад я уже его ставил, и сейчас у меня вот в год театра возникла такая идея возобновить один из моих любимых спектаклей. Вот такое завершение года театра. Прикосновению 33 года. И самая большая их мечта – это новая студия и зал на 200 мест, чтобы все желающие могли посещать спектакли и в комфорте, погрузившись в атмосферу, лицезреть детский талант. Гаянетов Масян, Илья Облетов. Новости Муром.